Господи Иисусе Христе Сыне Божий помилуй нас мы делаем записи под общим названием жития святых во свете библии потому что жития святых были настольной книгой щитиминеи назывались у православных в россии почти тысячу лет библии не было людей и поэтому относились житьям так как сегодня к библии не каждый относится и сравнивать правильно ли неправильно там говорят авторы герои этих житий это 1173 жития конечно не были не все частенько публиковалось одни и те же это жития марии египетской алексея божия человека а сравнивать библии не приходилось но судить то нас на суде божьем когда мы воскреснем бог будет по библии по святой вот по этой книге и не сравнивать нельзя везде призывает господь к тому чтобы мы смотрели в оригинал как это будет выглядеть ну вот у меня вышли книги 38 книг открытым оком 30 томов и 7 8 том посвящен на разбору житий святых я их насчитывал когда-то составлял симфонии поэтому содержание мне их известно и библию я знаю 51 год занимаюсь и поэтому делаю сравнение это я говорю к тому чтобы люди понимали не просто как в мире говорят скандочка я думал и начал делать я этим жил десятилетия и сегодня попросили выставить это потому что считают люди не так охотно как смотрят итак это у нас уже 14 видеоролик а их будет примерно 88 я так посчитал уже вот сегодня у нас 14 апреля 2014 года ранее утро мы ставим сюда 4 40 и никого даже нету я один остался но время то идет брат владимир записывается ему уезжать скоро в деревню лагерь я уезжаю и поэтому мы будем не всегда вдвоем это вопросы мне задавали когда я вел занятия в разных университетах на радио в милиции то есть во многих местах я проповедовал просто вопросов были тысячи вопрос 1849 знали ли пустынники содержание библии любили ли драгоценное слово божие почему же у них так много было совершенно не по слову писания ответ это мой ответ из книги беру цитирую это меня очень занимает часто говорится что они занимались словом божиим изучали писания а сами шли в пустыню когда слово божие посылает всех уверовавших к людям какое-то всеобщее помрачение наступило в церкви со времени объявления христианства официальной государственной религии библии библии оставили а стали искать по пустыне мудрость у тех кто библии не знал я это покажу красным я выделяю сравнение места выдержки из библии иса 7 11 и стал ефрем как глупый голубь без сердца зовут египтян идут в ассирию вот сейчас как на украине это помощи просят кто у нато кто у россии где-то это вот об этом и говорится зовут египтян идут в ассирию у бога помощи надо просить вся украина покрылась одними сектами самыми страшными называется харизматами а какие харизматы харизма бывает от дьявола создает привлекательность ничего нет как сейчас специальные секты поклонение смерти есть поклонение сатане даже маленько это смотреть разбираться вот мария египетская житие 1 апреля это по старому стилю выдержка цитата вот кавычки стоят вот будьте внимательны смотрите вот я выделяю ее это цитата до буковки взятой жития святых димитра ростовского за апрель месяц главной постоянной пищей было слово божие а тело они питали хлебом и водою насколько каждому позволяла любовь к богу слова божие не из рук не упускали а когда начинаешь смотреть дальше поверила ушла в пустыню и там пробыла до смерти 47 лет так зачем же придумали это слово прописания если не обдумали тогда не обличала бы их так явно написанной ими же их же самих она была в пустыне она писать не умела миланя римлянинка 31 декабря иногда она занималась переписываем книг так как она писала очень красиво и без ошибок иногда изготовляла одежды для нищих переписанные книги она посылала на продажу а вырученные этим трудом деньги раздавала лищем усердно занималась она чтением священного писания напоминаю священным писанием называется только святая библия и она называется словом божьим ты название когда руки уставали от работы или от письма то она упражняла чтение и как бы задавала работу очам своих если же глаза и уставали от долгого чтения ей помогал слух потому что она приказывала другим считать а сама слушала как сегодня на пленке начитана на диске бери слушай библию жития святых на нашем сайте это все есть на нашем сайте 12 томов златоуста там 50 книг которые я начитал еще раньше у нее был обычай ежегодно трижды прочитывать ветхий новый завет а наиболее важные места она удерживала себя в памяти и постоянно имела на устах значит библию можно прочитать три раза за год у нас некоторые даже библию ни разу еще не прочитали спала она ночью едва два часа и то не на постели а на земле на худой рогожи она говорила что всегда нужно бодрствовать потому что не знаем в какой час придет вор это вот таким сиреневым светом в книге это мои стихи после каждого вопроса стихи но тут мы сказали поплотнее надо сделать я их убрал то есть были занимались писания были не занимались а выводы делали все одинаково вопреки писания правиль разве можно сказать про милане что она не знала когда она переписывала библию считала ветхий новый завет три раза в год вот а было желание только одно выйти уйти в пустыню это было всеобщее помращение какое-то и потеряли все мусульмане 2 миллиарда это могли быть православным если бы им проповедовали вопрос 1850 особо щита слова святых мужей выделяете ли для эпиграфа как бы маяк чтобы показать отклонение от проповедания евангелия а также и для обречения их измышлений мой ответ к великой радости такое встречается в житиях когда рассуждают по слову божию не то что я против монахов оборони бог я против монастыри я за монастырь и но только такие которые готовят проповедников которые не женаты никаких обетов давать нельзя вот самое правильное было у или совета марфа-маринская обитель они служили как монашки но полюбила раненого она подходит матушка я полюбила вот этого семена из деревни вот не знаю как но иди голубушка благословила у меня нет никакого обета то кроме того что быть верной богу то вот это правильно и монастыри нужны для того чтобы допаивать докармят одиноких миссионеров которые уже из не могли и прочее монастыри нужны повторяю монашество нужно потому что большая разница между женатым и неженатым одиноки для бога посвященный я всегда за то чтобы не женились скоропалительно то а потом разводятся желательно быть одному ничем не связанным быть 2 петра 1 19 и притом мы имеем вернейшее пророческое слово и вы хорошо делаете что обращайтесь к нему как светильнику сияющему в темном месте доколе не начнет рассветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших это негасимые слова проповеди и послание святого иринея лионского что я из святых беру иринея лионский житие 23 августа цитата святой иринея был рукоположен святым поликарпом в санкт-пресвитера и был послан ему в галлию для проповедания здесь слово божие епископом в леоне в то время был святой пофин запечатлевший впоследствии свою проповедь мужчиничеством за имя христова на эритиков же он грозно вооружился своим словом и писанием архипастерская деятельность святого иринея не ограничила с лионом всех граждан которого иринея обратил христианство но простиралась и на всю галлию святой иринея поддерживал самые живые отношения с церковью римской а также церквами малоазийскими что свидетельствуется его посланиями к римским пресвитерам флорину и власту а также посланиями к римскому и малоазийским епископам главным основанием на котором зижится все христианское вероучение столпом и утверждением церкви по выражению святого иринея служат четыре новозаветних евангелия написаны учениками самовидцами господа эти евангелия рассуждает иринея суть следующий евангелие от мотфея написано на еврейском языке евангелие марка ученика апостола петра евангелие луки спутника святого апостола павла евангелие возлюбленного ученика господня и она написано и во время пребывания у малой азии в ефесе таким образом подлинно апостольских евангелий достоверных и погрешимых существует церкви только четыре и невозможно рассуждать святой иринея чтобы евангелий было больше или меньше чем сколько их существует церкви хотя их насчитывалось больше двадцати евангелий фомы евангелий евреев евангелий басилиска чего только не было они дошли до такой дерзости что свое недавное сочинение заглавливать евангелем истины истинно истинно хотя но не в чем не согласно с евангелиями апостолов ибо если предлагаем имя евангелие истинно а между тем вовсе не сходно с теми которые нам преданы апостолами то желающие могут узнать как самое писание показывает что оно не есть преданное апостолами евангелия истины священное писание как ветхого так и нового завета несомненно имеет божественное происхождение ибо оно написано под особым духовным озарением духа божия на писателей священных книг сей святой дух действовал как через пророков так и через апостолов священное писание есть первый и самый главный источник веры и религиозного знания истинный и непогрешимый и для всех обязательный правильное безошибочное разумение писания возможно только при руководстве святой вселенской церкви и в ней только одною можно найти истину так получая и наставляя всех святой и реней спас многих от языческого идолопоклонения от иеретического заблуждения многих христиан ставил он на путь спасения а иных укрепил к мужчиническому подвигу вот мне вопрос вот что мне нравится вот такое мне нравится если вот так как и реней талионский поступали никакого мусульманства не было бы буддисты были бы православными вопрос 1851 часто ли случалось что те кого уже привыкли называть святыми при жизни были не расположены друг другу и даже враждебны вопрос таки и интересно и тот и другой святой а при жизни не любили друг друга даже враждовали ответ меня это всегда настораживало если все так и было то вся их прозорливо чего стоит если они друг друге не увидели слух божиих самое простое под боком у них и они не видели я просто волосились как и мы грешны лука 15 28 он осердился и не хотел войти отец жива выйдя звал его я сейчас покажу самых больших святых как называет их и они друг другом не были дружи осердились и не хотели их нужно звать было а потом уже видение какие-то пошли божья матерь примеряла но вы-то где были ты же должен был глянуть и духом почувствовать это брат родной ян златоуст 13 ноября будущий человеком незлобимым эпифаний епископ критский не распознал феофилова коварства я поясняю феофил это александрийский патриарх был который сверг я на златоуста и ссылку отправил и разгромил всю работу златоуста постарался уничтожить патриарх православный злобный был как демон у я на златоуста были друзья там три брата долгие они были все высокие их так прозвали братья долгие и он их хотел арестовать видимо допросить с пристрастием а допрашивать они плохо как дулу что челюсть оторвали это православные судьи инквизиторы ну и ему надо по пустыням это же адреса то нет он нанял воинов конечно их напоили и они пошли по пустыне так у вас долгие были братья не было так вы не врете а монахи то что он молчит да молчит и они эти воины убили десять тысяч монахов вы вдумайтесь в эту цифру 10 тысяч православный патриарх убил 10 тысяч чтобы потом против златоуста найти и свидетель а их не было они уже в другом месте были 10 тысяч жизней оборвал тех которые никому не мешали и патриарх и феофила это вот это феофила тот от которого здесь говорится то его никто никогда не осуждал церковь не вынесла никакого решения но он хуже всякого еретика был ну и так понятно будущий человеком не злобе мать в эпифане это не распознал феофилова коварства поверил лжи и ревнуя благочестие прокляла религенов и книги на поместном соборе в кипре а затем написала ианну златолусту послание в которым увещевал его поступить также но и он не спеша с этим делом то продолжал изучать божественное писание и все свои заботы направлял тому чтобы поучать народ в церкви и приводить к покаянию грешников а главное в эпифане и златоуст оба святые в церкви и что интересно когда эпифане стал на сторону царисы евдоксии златоуст ему написал письмо пришел мои и паркю как на моей канонической территории и меня же здесь давит ты поешь обратно домой до места не доедешь умрешь а тут сказал а тебя арестует пойдешь до ссылки тоже не дойдешь до конца умрешь и что интересно пророчества исполнились и сказали то это ну просто пророчество а может быть было и не не расположение пахоми великий 15 мая оба брата теперь трудились уже общими силами его родной брат добытой усердным трудом они отдавали нуждающимся они проводили очень строгую жизнь одеты в грубое шерстяное платье они уходили жаркие места где стояли до утра на молитве не сгибая ни колен ни рук простертых к небу вот как молились всегда а то говорит священники и священники такую всеночную молитву они совершали очень часто хотя ноги их иногда пухли от напряжения а москиты до крови кусали их руки если братьев подвижников одолевал сон они садились на том же месте где совершали свою молитву но не позволяли себе опираться на что-нибудь продолжение дня не до тех пор занимались телесным трудом показной от палящих лучей южного солнца не делался невыносимым ради будущих своих сожителей пахомий начал заботиться об устройстве ограды вокруг того места где он подвязался с братом пахомий желал чтобы ограда заключила в себе как можно больше места он ожидал к себе многих других иноков но иоанн брат его родной предполагая что они всегда останутся вдвоем не дружелюбно смотрел на этот труд он даже портил умышленности но на который они строили пахомий однажды сказал ему по этому поводу довольно безумие и он очень рассердился и долго потом не мог успокоиться хотя пахомий просил прощения вот молятся труды какие поднимают руки но одно слово не так и все полетело почему нет рождения свыше это не рожденные свыше люди рожденные свыше люди слышат голос духа святого они даже во врагах замечают маленькую щель куда можно ввести слово божие это два родных брата пьют едят вместе оба подвязаются очень рассердился очень вот пишут про иоанна кронштадтского не его они пишут а он пишет в не в веках своих которые сейчас публикует вот сейчас святой праведный анкро штатский масло масло на святой значит он и праведное праведный они тут святой и праведной это нигде в писании нет это бессмысленно два слова ставить но так сказал кто-то теперь все святой и праведный а ян злату сыка святой апостол павел только святой а тут святой да еще и на хлопучка сверху праведный Про святой, то и праведный Повторяю А что Иоанн? Иоанн пишет Вчера женщина причащала ребенка Он дниники вел И ребенок плакал Я сильно осердился Что она не могла его унять Дальше Диакон кадил И много наложил лады, но было много дыма А у меня митры стоят в алтаре 14 митр Это дарили ему И они могут закоптиться И я сильно осердился Но я помолился и Бог простил меня То есть у него с Богом были короткие Такие дружеские отношения Я помолился И Бог простил меня Откуда ты знаешь простил или не простил Я на женщину то осердился Но вернулся в алтарь, помолился и Бог простил меня У него было много вот такого И при том Сердился где вообще не касается Что это означает Это один раз Это случилось Или на кого-то Как у апостола Павла было Они разошлись во мнениях Сварнавы из-за Марка Тут все объяснимо Потому что он бросил благовестие Ушел к мамке захотел Юноша Марк Дальше Кирилл Александрийский 9 июня Святой Не следует также умолчать и о том Как святитель Христов Кирилл Этот великий угодник Божий Престоль великой своей святости Тем не менее имел нечто зазорное в себе И противное благочестию Дабы видеть чудесное его исправление Он без причины гневался Иоанна Златоуста Святой на святого Это их в житиях написано А он гневался почему? Так он был племянником Феофила Гонителя Картина-то открывается Как спрашивают Что это за канон Андрея Критского? Так кто написал-то Андрей? А почему он вот таким написал? Для оглашенных-то Не могут ответить Потому что Андрей подписал Анафему 6-му Вселенскому собору А потом пришел в разум Это как вот 50-й псалом Помилуй меня Боже Это не должно нас удивлять Потому что совершенство Свойственно лишь одному Богу Из людей же никто не может быть совершенным Сам по себе Если только он не И дальше И от полноты его Все мы приняли благодать на благодать Это не оправдание Все мы несовершенные Но можно было увидеть в подвижнике В Иоанне Златоусти Он увидел врага Да какие глаза-то надо было иметь-то? А еще монахи оба Их оба Следующий монах, который пишет Иоанн Димитрий Ростовский Их обоих надо оправдать Иоанн-то Златоуст В своей епархии был То он ни в чем не повинен А этот за свою дядьку заступался За убийцу За палача За инквизитора Потому что и святые Как люди причастны Человеческим слабостям Такая слабость была У святого Кирилла Именно в его отношениях К Иоанну Златоусту Он гневался на святого мужа Не только при жизни последнего Но даже и после кончины Его не хотел поминать во святых Умер Златоустом Нам звонят Вот у нас умер такой-то Помолитесь Ну мы молимся Господи Мы не знаем Если неправильно То прости А он-то знал Иоанна Златоуста В ссылке Убили его фактически Иоанна Златоуста И молиться не хотел А в святые Надо его провести Этого Кирилла Александриевского Почему монах? Монах Из-за православной веры был В учении у него не было повреждений Поэтому любыми путями Его надо в святые провести Такой гнев Кирилла Происходил не от злобы Но от неведения Да у нас-то на каждом Шагота от неведения Жена что-то не знала Противоречит Мужу Муж-то не разобрался Детей поколотил Вот не разобрались Между собой Украина Россия Хлещутся Как вас там Аса и вас Цари израильские Он с одной стороны От своего дяди Патриарха Феофила А с другой От других Питавших вражду К Златоусту Слышал много Несправедливых клевет Против этого Святого Вселенского Святильника И по своему Незловию Придавал веру Лжи Как истине Ибо написано Глупый верит Всякому слову Благоразумно Женнимательным Путям своим Ну согласно Притче 14-15 Так он глупый был Как можно было верить Всякой клевете Против кого Иоанна Златоустова Я согласен Были клеветники Были говорили Ну не разобрался Сказал Сегодня священники На меня Которые клевещут А потом Познакомиться близко Ну прости Я не знаю Вот говорили Вы против Божьей Матери Вот говорили Что Ну ты то где сам был то Ну вот сказали Согласен Но ты стоишь В алтаре Поднимаешь руку Горе Где же Бог то был Почему тебе Дух Святой Не сказал Что это ложь Отсюда вывод Что у вас нет Связи с Богом И нет Общения в Духе Святом Верующий Рожденный свыше Он взывает А воочи И он знает Дух Святой Что в человеке А ты имеешь Общение с Богом Вот я на что Упор делаю Ты не знал Тебе неправильные Сведения подали А враждовать то тебе Зачем было Ты мог расспросить Узнать Позвонить По мобильнику Он мог позвонить Яну Златоусту И сказал бы Ян про тебя говорят Правда или нет Вот ты блудил Там женщиной Это такое обвинение На Златоусту Он говорит Вы разденьте меня Доказательства Какие у вас нет Это не то Что такие сегодня Толстобрюхие Там голубое лобби Образовали Ну ян Златоусту Как Фотографии Это не осталось А написано Было Зело худ То есть Очень худой И на тонкой шее Огромная голова Ну Мы поверили Так оно и есть Но если бы Помолился Неужели Дух Божий Мне не сказал Где-то Ну обязательно Сказал бы Он открывает Тайны в человеке А то они узнавали Как кого звать Везде все Прозрительные были А тут Константинопольский Патриарх Аттик Живший раньше Не история В своих посланиях Убеждал его Вписать имя Святого Яна Златоустого В церковные диптики То есть Книги с именами святых Патриарх Аттик Убеждал его И не может еще сделать Почему? А дядя? Дядя-то его Дядя его сверх Златоустый Ну и я сверху Давану Сам Аттик Раньше также был Одним из врагов Иоанна Златоустого Но потом Сознав невинность Его святого Мужа И вместе с тем Свой грех Против него Раскаялся Что спрашивать Про какого-то Бложка-мошка Вошка Про меня А мне так сказали У меня уже Много было И священников Которые каялись Приходили Вот мы против вас Говорили Там Дворкин Говорил Православные Все эти миссионеры Есть такая поговорка Наплевать да забыть Отцы Ну нам Что тут выявлять-то Я уж не говорю Что к концу Мир подошел Это и так понятно Война на носу Россию на клочки Разнесут Нет Тут все что-то Подыскивается Друг по другу Но я не так Я не так сказал Да я не такой Но я не перед кем Не горбачусь У меня главное Это Библия Вот эту книгу-то Возьмите в руки Я 51 год Просидел с ней В эфире Найдите Где я ее считаю Насчитанное Я ее дважды Насчитывал Вступивший на Патриарший Константинопольский Престол После Арсакия Он вписал В диптихи Златоуста И пока был жив Увещевал Святого Кирилла Письмами В которых Просил его Поступить Так же Ну поминай Златоуста Моя Ну умер уже Ну убили Его не разобрались Нет Он не прав был Он держался Оригеново Учения Сожги книги Сейчас попы Так требуют Мои книги У кого Сожгите На исповедь Не приму Сожгите Попы Расследование Делают Лютые волки Я спрашиваю его А какую книгу Ты читал мою Ни одной В руках не видал Он тут хоть видел Его спрашивают Не видел Но как ты можешь Говорить Правильно Неправильно Я говорю Вызовите меня В Синод Создайте комиссии По каждой книге Цензоров Тут немножко Тысячи полторы Посадите Книги Это уже 13 лет Уже в печати Это в интернете И в продаже И везде 444 библиотеки Имеют мои книги Это чего-то стоит За рубежом Ну они где-то могут Изъять Могут подойти Но как они Изымут Из Софии Из Германии Едва ли Точно так же Святой Исидор Пелосиот Родственник Кирилла Муж Преклонных лет Видя негодование Многих на Святого Кирилла За то Что он Исключает Златоуста Из числа святых С дерзновением Писал к нему Вещевая Рассмотреть Беспристрастно Обстоятельства Осуждения Иоанна Златоуста Смотрите там Какая катавась Это была Иоанна Осудили Были друзья И были враги И враги Это бывает Враги Но враги Это те Которые Канонизированы Разобираться Это было просто Иоанну Можно письмо Написать У него была Обширная Переписка Цитата Пристрастие Недальновидно А ненависть Вовсе Ничего не видит Так писал Пелосиот В одном Из своих Посланий Святому Кириллу Вот это вот Надо Несколько раз Прочитать И запомнить Наизусть Православным Пристрастие Недальновидно А мудрость Выше Беспристрастно Нелицемерно Яков пишет И ненависть Вовсе Ничего не видит Отнимает разум В одном Из своих писем К святому Кириллу Посему Если желательно Тебе быть чистым От того и другого Недостатка Не произноси Не обдуманных Приговоров Но подвергай Деяния Справедливому суду Ищешь Что требовалось бы Для Иисуса Христа Феофилов Он племянник Говорят о тебе И его держится Духа Как Феофил Явно излил Неистовство Своего Набагоносного Боголюбивого Иоанна Так и этому Желательно Похвалиться Хотя в положении Подсудимого Произошла Большая перемена Ибо Иоан Уже претерпел Изгнание И теперь Не находится В живых Продолжали Мертвого Давить Это Монашеский Дух Вот я Если Внезапно Скончаюсь Или умру Они тут Будут Думаю Заказывать Молебны С водосвятием Избавились От главного Веретика В России Они не знают Как меня назвать Я говорю Ну сядьте И покажите Книгу Откройте Они ничего Не могут показать Дьявольская Злоба В другом Послании Святой Сидор Пилосиот Так писал Кириллу Устрашает Меня Примеры Из божественного Писания И вынуждает Писать О чем Должно Ибо Если я Отец Как говоришь Сам ты То боюсь Осуждения Какому Подпал Или За то Что не уцеломудрился Грешивших Сыновей А если Как верно Знаю я Сын Перед тобой Носящий На себе Образ Великого Вовного Марка То страшит Меня Наказание Какому Подвергся Я нафан За то Что не остановил Отца Искавшего Волшебницы И сын Виноват За это За Заула Ибо Паэлику Мог остановить То умер На сражении Прежде Согрешившего Посему Чтобы и мне Не быть осужденным И тебя Не осудил Бог Прекрати Распред И того Мщения За собственное Оскорбление Какое Следовало бы Воздать Смертным Не переноси В живую Церковь Под предлогом Благочестия Не производи В ней Вечного Раздора Еще В ином месте Святой Так писал Кириллу Ты спрашиваешь Меня Об обстоятельствах Изгнания Святого Мужа Яна Но я не буду Подробно писать О том Дабы мне Не показаться человеком Обличающим И осуждающим Других Ибо Многочисленной Несправедливости Людей Ко святому Превзошли Всякую Меру Я В кратких Чертах Припомню Тебе Жестоковый Ненараб Египта Который Вблизи Тебя Он Отрехся От Моисея Придался Фараону Изъязвил Ранами Смиренных Озлобил Тружеников Устроил Города И не заплатил Платой Работникам Смиренного Феофила Почитающего Золото За Бога Со своими Единомышленниками Он восстал На святого Иоанна Боголюбивого И проповедовавшего О Боге Муже Несмотря на это Дом Давидов Утверждается И умножается А Саулов Как ты видишь Изнемогает Таковы-то Было Писание Святого Исидора Пелосиота К святому Кириллу Они возымели На последнего Такое действие Что он Прочитавший Их Стал Сознавать Особенности Жон Сознал его И совершенно Рассказывался Тогда Когда был Устрашен Следующим Видением Ему Представилось Что он На некотором Весьма Прекрасном Исполненном Неизъяснимого Веселья Мести То есть Ни разум Не помогает Ни действительность А видение Видение Здесь он Увидел Чудесных Мужей Авраама Исаака Иакова И других Святых Как ветхозаветних Так и Новозаветних Вместе с тем Он видел там Весьма Обширный И светлый Храм Красоту Которого Несостояние Изобразить Человеческий Язык И слышал В нем Пение Сладкозвучных Голосов Войдя Все Храм Изумляя Изумляя С его Красоте Великолепию Кирилл Узрел В нем И сияние Славы Пречистую Владычеству Богородицу Окруженной Множеством Ангелов Среди Стоявших Вокруг Богоматери Находился На почетном Месте Святой Иоанн Златоустый Сиявший Подобно Ангелу Божию Чудесным Светом И державший В руке Книгу Своих Сочинений Множество Дивных Мужей Окружало Его Подобно Слугам Все Они Были Вооружены Как бы Приготовившись К наступлению И вот Когда Кирилл Хотел Припасть К ногам Богородицы Чтобы поклониться Ей То Святой Иоанн С находившимися При нем Оруженосцами Немедленно Устремился На него Запрещая Ему Приближаться К причистой Матери Божией И прогоняя Его из Чудесного Храма Кирилл Видя Негодующего Против Него Иоанна Из себя Выгоняемого Из храма Пришел Втрепет Но Вдруг Он услыхал Пречистую Деву Богородицу Обратившуюся К Иоанну С ходатайством Чтобы он Простил Кирилла И не изгонял Его из храма Так как Он согрешил Перед ним Не по злобе А по неведению Это видение Он теперь Распространяет Как-то Повернуть От злобы К добру Просто так Не может Виноват Вот Надо видение И Божья Матерь Теперь Заступилась Это как Кому верить Когда он Сам о себе Пишет Покаяния Это не было Ну надо Реально Смотреть Он святой Путь-то Один был Согрешил Против живого Мертвого Не написано Говорит Покайся Не покаяться Значит Ну и дальше Говорится Вызови врага Но Иоанн Как бы Не желал Простить Кирилла Тогда Пресвятая Богородица Сказала Прости его Для меня Ибо он Много Потрудился Для моей Чести Прославил Меня Среди Людей И наименовал Богородицы То есть О себе Пишет Теперь По Нигирике Когда Пресвятая Богородица Изрекла Эти слова Я немедленно Смиловался И отвечал Богородице По твоему Владычица Ходотайству Я прощаю Его Затем Дружелюбно Подойдя Кирилла Обняла Облабызала И таким образом Они примирились Друг с другом В видении А наиму Ничего бы этого Не было Просто По-человечески Примириться У них духу Не хватает А почему Злоба душило И теперь Выйти из этой Неприятной Обстановки Только так Мне видение было Да я бы Понимал Но раньше Это было бы Видение Если вот Богородица Запоздала С видением То я бы Не враждовал После всего Видения Святой Кирилл Стал часто Каяться И осуждать Себя за то Что до того Время напрасно Держал гнев Против такого Угодника Божия Но если против Яма Златоуста И святые Так гневались Ну примите К себе Что сегодня Тоже можете Ошибаться Я им задаю Всем вопрос Скажите Как это Может быть так Я проповедую Столько свидетельств И везде Сто процентов Людей Направляю В храм Московского Патриархата Вам это ничего Не говорит Потом Собрав Всех Египетских Епископов Он совершил Торжественное Празднование В честь Святого Иоанна Златоуста И записал Последнего В церковных Книгах Сонны Великих Святых Таким то Образом Снято Было Пятно Лежавшее На святом Муже Кирилле Который Враждовал Против Святого Иоанна Причем Вражду Между Своими Рабами Рассеяла Сама Пречистая Богородица Так сколько Тих пятен То было О которых Житье Не говорит Зло Выборочное Не бывает Значит Под эту Молотилку Со Златоустом Попали И все Олимпиады Все друзья Златоуста Они не говорят Просто об этом С того времени Пока был Живой Святой Кирилл Он ублажал Святого Иоанна Златоуста Похвальными Речами Ну как Теперь Памятники Святым Строят Пророкам Об этом Христос Сказал Благословен Господь Богу нашему Слава Аллилуйя